Чё творим, бро? Меня зовут Сэр Геонис, и, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду! Видите, ты же знаешь, Суприм-банда одна из самых сильных банд на Ютубе! И там, банды, кое-что забыл! Окей, банда, так будет получше! Теперь же... А, нет, ещё один нюанс! Готово, теперь это ков-то полностью готово для этого видео! Что ж, банда, 2020 год подходит к концу, да и слава богу, он был очень ужасным! Хотя, если подумать, банда для кого как, для кого-то он был супер-успешным, для кого-то супер-ужасным, а для кого-то, как я! Больше же всего мне этот год запомнится тем, что я в этом году достиг отметки миллион подписчиков! Это же просто нечто! Наша Суприм-банда становится огромней с каждым днём! Так что, скорее подписывайся, чтобы вступить в Суприм-банду! И на свой миллион я подготовил юбилейное видео, которое я начал снимать ещё 5 лет назад! Всем привет, ребята! С вами я, Сэр Геонис! Субтитры сделал DimaTorzok Паша Суприм-банда, я хочу всех поздравить с Новым Годом! Ведь мы все надеемся, что следующий год будет намного лучше, чем этот! Желаю вам всего лучшего, Банда! Ах да, Банда, чуть не забыл! До Нового Года осталось совсем немного времени! И в новогоднюю ночь, Банда, я проведу свой стрим! Это будет второй стрим в моей жизни! Я попытаюсь на этом стриме ровно в полной снять, как Дед Мороз приносит мне подарки под ёлку! Это же будет просто нечто! Так что, по ней в описании будет ссылка на этот стрим! Заходи и ставь себе напоминание, чтобы не пропустить его! И ты увидишь этот прямой эфир, как только его запущу! А мой год Банда начался с проверки одной мистической легенды! Ходит слух Банда, что в 3 часа ночи мы можем призвать дверного призрака! Который нам ответит на все наши вопросы! Для того, чтобы общаться с этим призраком, нам понадобился листочек и фломастер! То, что было в том видео, Банда, полная жесть! Призрак двери, прерви покой! Присадитесь к нам в наш разговор! Призрак двери, прерви покой! Присадитесь к нам в наш разговор! Окей, Банда, теперь мы делаем это вот так! О, чёрт, надеюсь, он потянет дольше, Банда! Если это сработает, тогда ты реально правда! Этот призрак реально сюда пришёл! Чёрт, Банда, просто посмотрите на это! Оно туда уползает! Настя, ты видишь это? Господи! Эй, кто там интересный, чёрт? Ведь его просто не видно, Настя! Это жесть! Неужели этот призрак реально существует? Я в шоке! Я никогда такого не видела! Я тоже жесть, как в шоке Банда! Он реально там потянул этот листочек! Чёрт, Банда, посмотрите! Он идёт назад, у него сунет назад, вы это видите? О, господи, интересно, кто там? Жаль, что мы не можем открыть дверь! Окей, Банда, он ответил, да, посмотрите! Призр в двери, я могу с тобой поговорить! Он написал, да! Это жесть! Интересно, кто там Банда? Окей! Я не могу, так давай посмотри! Давай, посмотри, что ты делаешь, стой! О, господи! Я не должна была этого делать! Это очень плохо кончится! Чёрт, здесь никого нету! Господи, суки, Банда, этот призр реально существует! Вы сами это видели! Да, видите! Чёрт! Чёрт! Вы это видели? Там просто сама закрылась дверь! Эй, Настя! Настя! Господи, нет, только не это! Я же не говорю, что мне нужно было этого делать! Теперь призрак его куда-то забрал! Настя просто нигде нету в этой ванной! О, Банда, это было очень жутко! Но то, что было дальше, полная шесть! Потому что в ТикТоке я наткнулся на аккаунт маньяка! В этом аккаунте он показывает, как ухаживает за трупом! Только вдумайтесь, полная жесть, Банда! ТикТоке, Банда, давайте откроем его первое видео! Эй, Дак! Это его первое видео, и там написано, алло, я люблю тебя! Господи, что это такое? Вы просто это видели, Суприм Банда! Там была какая-то девушка, и она была полностью замотана в мусорные пакеты! А еще она плакала, вы слышали, это Банда! Господи, я уже вижу, что с этим каналом что-то не так! А, черток, я не знаю, что будет дальше, но мне уже только это приводит очень сильно в шок! Тем не менее, брат, давайте посмотрим, что там есть еще за видео! К примеру, второе видео! Будем идти так по порядку! Банда, то, что там было, это ужасно, окей? Второе видео! Я убил его, называйте его красивой! Посмотрите, он гладит ее! И там уже слышно, как летают мухи! Неужели она уже умерла? Неужели она уже труп Банда? Посмотрите, он положил на нее какое-то платье! Оно белое в кровавых от качатков! И он еще гладит! Он гладит настоящий труп Банда! У этого человека реально не все хорошо с психикой! О, черт, я уже не доволен, что я зашел в этот канал! В ТикТок он очень странный Банда и очень страшный! То, что я здесь вижу, это реально жесть! Человек в здравом смысле нормальный, человек такого бы точно не снял! Господи, Банда, я уже не хочу смотреть, что будет дальше! Но, ради вас я знаю, вам это будет интересно! Давайте посмотрим, какое же здесь третье видео из девяти! Черт, он верит на руках, я просто в шоке! Господи! Я не верю своим глазам! Он расчесывает волосы трупа! Черт! Это такая жесть Банда! Он вообще ненормальный! О, посмотрите, видите это? Это мы, блин, черт! Господи, какая же это жесть! Я просто не верю своим глазам! Это реально страшно! Он просто какой-то ненормальный! Это какой-то псих, которого нужно где-то закрыть! О, господи! Черт! Он ее просто куда-то тянет по подъезду! Вы это видите? Это реальный подъезд! Банда хочет от нее избавиться! Когда вспоминает о ТикТоке Кам, все еще мурашки по коже! А дальше Банда была самой интересной и довольно забавной видео! Потому что мы, наконец-то, сняли маску с Вероники! Кто не знает, Веронику я купил в Даркнете! Ранее мы покупали людей в Даркнете с разными способностями! И так я купил свою новую девушку Веронику! И с самого первого в видео она была постоянно в маске! И не снять эту маску я просто не мог! И в этом году я, наконец-то, это сделал! И мы увидели ее лицо и узнали, что у нее не так! Только пообещай, что ты перестанешь им честно с Настей! Да, конечно, обещаю! Давай! И когда я сниму маску, ты не бросишь меня! Да, это тоже обещаю, Вероника! Ты самый лучший! О, черт! Я не могу пробегнуть, ты слишком резкая! Окей, все, хватит! Показывай свое лицо! Ну, хорошо! О, господи, бада! Мы сейчас с вами вместе увидим настоящий лицо Вероники! Черт, Вероника, что это? Что с тобой было? Господи, прости, я не знал! Если бы я знал, что с тобой что-то случилось, я бы не просил тебя показать лицо! Это жесть, Вероника! Можно я надену? Да, конечно, надевай! Я не знал, прости меня, пожалуйста! Это ужасно, Супримбанка! О, господи, Вероника, прости, я не знал, честно! Ничего, ты же не знал! Да, все хорошо! Вероника, расскажи, пожалуйста, как у тебя появился этот шрам? И еще, почему ты в парике? Ну, там с полосами то же самое! Говорящий Том, говорящая Анжела со всеми этими разобрались еще в прошлом году! В этом же году банда я решил разобраться с их друзьями! И один из них был кот под именем говорящий Джинджер! Когда я зашел в 3 часа ночи в это приложение, я просто до жути перепугался! Ведь он практически сразу уже начал мне украшать! Джинджер, привет! Джинджер, привет! Ведь он просто отвечает! Джинджер, перестань издеваться, я знаю, что ты настоящий маньяк! Ты перестань издеваться, я знаю, что ты настоящий маньяк! Он просто повторяет банду, это бессмысленно! Все то, что мы будем ему говорить, он будет повторять за нами! Джинджер, спи что-то сам! Я успею! О, господи, банда, вы это слышали? Он реально это сказал! Он сказал, что он меня убьет, это просто жесть! Это реально это приложение! Господи, банда, он реально мне это сказал сам! Я ему не говорю такого сказать, вы сами это видели! Эй, Джинджер, ты живой? Я очень волнуюсь, банда! Я убью тебя, не прикрывая глаза, а потом притащу все принятишки! Что там? Что, Сереж? Что случилось? Черт, это просто жесть, этот конд! Он не удивительный, но, господи, это что с тобой? Это был какой-то мастер-киборг, он убежал! Это такая жесть, она бросилась на меня! Ай, господи, как же это болит, черт! Это просто жесть! Боже, что же он сделал с моим лицом, была полная жесть! Оно все было расцарапано! Мне очень повезло, что в Даркнете продавалось зелье регенерации! С помощью него банда я хоть как-то смог восстановиться! Иначе этот шрамп остался у меня на всю жизнь! И, естественно, банда все так и это оставить не мог! И поэтому сделал куклу в воду на Джинчера! И я его уничтожил! То, что происходило с ним в телефоне, просто жесть! Пожалуйста, пожалуйста, остановись! Ставь меня в покое! Я больше никогда не буду так делать! Я больше никого не убью! Я буду опустить прощание, пожалуйста! Господи, Джинчер! Он плачет! Вы это слышите, банда? Я не плачу! Ты маяк такой же самый, как и Генка, Том и Анчелло! Господи, Джинчер, прости! Но прощайся, жизнь у тебя конец! О, господи! Получай раз и навсегда! Ты отвечаешь за все, что сделал раньше! Да! О, господи, банда! Что происходит в этом? Видели? Господи, это Джинчер! Он полностью побледнен! Неужели он мертвый? Гляньте! У него идет кровавая слеза! Вы это видите? Это реально Джинчер! Он просто умер! Я убил его с помощью куклы Вуду! Вы это видите? Это настоящие кровавые слезы Джинчера! И вот мы наконец-то уничтожили Джинчера! Но перед этим, банда, я еще поговорил с говорящим Хэнком! Я запустил два приложения одновременно! Говорящий Джинчер и говорящий Хэнк! И то, что они мне рассказывали, было полное шесть! Но один момент все просто перевернулось, потому что Хэнк выбрался наружу! Что смешного? Я не понимаю, посмотрите! Что с ними присвоит банда? Это шесть! О, господи, банда, что это было? Вы это видели? У них начались помехи, после чего просто по всему дому пропал свет! И посмотрите, банда, вы это видите? Хэнк разбил экран и куда-то убежал! Это просто шесть! Здесь реально нету Хэнка, реально разбитый экран! Джинчер, где Хэнк? Куда он ушел? Что смешного, Джинчер? Это не смешно! Я не знаю, чтобы убить твою подругу, фигионе! О, господи, о чем это ты? О, черт, банда, вы это слышали? Джинчер сказал, что они хотят украсть Настю! А где делается Настя? Настя? Настя, ты где? Что ты смеешься? Это не смешно! О, господи, банда, это просто шесть! И так, банда, с ковырящими питомцами я разобрался! Дальше я проверял игры с Даркнета! И первой из них была эта игра Бравл Старс! Когда я зашел в это приложение, я сразу же удивился! Все персонажи просто были подвешены! Это очень страшно, банда! И когда я начал в нее играть, я еще сильнее напугался! Попрос в ней, черный экран! Началась загрузка! Просто посмотрите на это! Красный значок Бравл Старса, красная загрузка! Даркнет! Создатель Даркнет, вы это видите, банда! О, господи, просто посмотрите на эту загрузку! Это жесть, все такое красное! Ужели белые глаза, у старика тоже белые глаза! Это просто жесть! Банда, похоже, мы реально купили Бравл Старс Даркнета! Мне просто в это не верится! Тем не менее, просто, что будет дальше! Окей, банда нас кинула в лобби! И просто посмотрите, здесь ничего нету! Никакого персонажа нету! Хотя, как я думаю, в Бравл Старсе должны даваться какие-то изначальные персонажи! Тем не менее, просто посмотрите на это! У нас здесь 666 монет, а также 766 кристаллов! Это просто жесть, банда! Все связано с этой адской цифрой! Тем не менее, посмотрите, у нас здесь 100 кейсов и 10 кейсов каких-то редких! А также у нас здесь какое-то событие Даркнет! То есть у нас выбран режим, так недалеко это понимать! Тем не менее, про это очень странно! Мне просто не верится! Посмотрите, почему-то все темнеет! Вы это видите? Господи, посмотрите на это! Это Шерри, она почему-то подвешена! Вы это видите, банда! Она реально подвешена! Это жесть! Она что, мертвая? Сразу же с первых минут Бравл Старси происходит что-то странное! Окей, банда, посмотрите! Я могу менять персонажа в этом, видите? Прямо в лобби! Это ли он? Он также подвешенный! А также посмотрите, у него скопрюшенный дед Кроу! То есть он плачет кровавыми слезами! Давайте же, банда, попробуем открыть эти кейсы! У нас здесь целых 110 кейсов! Давайте уже их откроем! Окей, банда, первый кейс пошел! Что же нам тут выпадет? Господи, посмотрите на это! Это же рука Шайл Рейд Афинити! Она просто отрублена! Там даже есть кости! Господи, что это такое? Вы это видите, банда! И естественно, банда 2020 не обошелся без новых героев крипипасты! Как примеру, в этом году просто бешеный популярность набрал сиреноколовый! И не призвать его и не снять на свою камеру я просто не мог! Поэтому, банда, когда я только узнал, что он в моем городе, я сразу же придумал план, как его призвать сюда, в мой дом! И когда он пришел ко мне домой, присадила полная жесть! Он схватил Настю просто и украл! Ничего, 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 господи! Ты видишь это, это он стоит! Это просто жесть, банда, вы это видите? Это реально он! Он маскирует, что он столб! Это уже около нашего дома, черт, нужно что-то делать! Черт, Супримбанда, я просто не могу в это поверить! Сиреноколовый реально существует! Мы сами его только что видели на камерах видеонаблюдения! Господи, он где-то около моего дома! Нужно срочно где-то спрятаться! Черт, посмотрите! Купал футу! Нужно ее где-то спрятать, потому что если он ее увидит, он ее просто заберет! И больше мы его никак никогда не уничтожим! Куда ее спрятать? Окей, давай спрашим в сиралку! Думаю, куда-куда, но сюда точно не будет заглянуть в ассиреноколовый! Тем не менее, бро... О, слышишь это? Да! Это просто жесть, он уже где-то здесь! Идем на балкон, попробуем снять его с балкона! Возможно, мы его сейчас так увидим! Это просто жесть, банда, мне в это не верится! Это реально он! Господи! Черт! Окей, вроде бы это не видно! Черт, скрипанда, просто посмотрите! Как здесь люди не видно сиреноколового! Как же это громко! Это просто жесть, банда! Окей, банда, я не знаю, что делать дальше! Но он явно где-то здесь! Черт! Это просто жесть, какой же он громкий! Окей, я просто закрою окно! Это такая жесть, банда, мне все еще в это не верится! Тем не менее, мы скорее бежим! Нам нужно где-то спрятаться, он очень опасный! Это просто жесть, супримбанда, мне реально в это не верится! О, господи, Настя, черт, это он! Господи! Скорее нас и чёрт, это просто жесть Это было реально, о господи На камеру, скорее прощай начну режим А то он может увидеть нас Это просто жесть, банда Мне просто это не верится, это был реально он Он был угол, мы в окно вы это видели О господи Режим нас О господи, где вообще нас и чёрт Это просто жесть Это был реально сиренеголовый банда Естественно, после этого банда Я сделал куклу Вуду на сиреноголового Но это не так интересно Как свой первый дрон, который я купил в этом году Сколько же я снял на него видео, просто шесть А какие они жуткие были И первое видео, которое я снял на свой дрон Это было видео про Рейка Мы отправились в заброшенное село Где по слухам живёт тот самый Рейк И не запустить там свой трон я просто не мог Просто глядя, что тогда происходило А в Гейбризе пока что ничего не видно Никакого Рейка нету Тем не менее, всё же я думаю, что он где-то здесь должен быть По идее, ведь история не появилась Просто так, посмотрите, банда В этом виде, где там Рейк Он вылазит с инопалом, вы это видите? О, Господи, это просто жесть Он реально существует Чёрт, это жесть Что он вообще делает? Он охотится на курице, вы это видите? Он пытается поймать себе курицу Это жесть, банда, Господи Это реальный Рейк Он реально хочет поймать настоящую живую курицу Просто посмотрите на это Вы это видите, банда? Это просто жесть, мне просто в это не верится Господи, он реально существует Просто посмотрите, как он движется О, чёрт, я сейчас в таком шоке, банда. Просто жесть, господи, что он вообще будет делать дальше? О, господи, он реально пытается поймать курицу, чтобы съесть её. Мне просто это не верится, чёрт. О, господи, это так жутко выглядит. Окей, что он будет дальше делать? Окей, посмотрите, все курицы забежали в сарай. Посмотрите, идёт какой-то хозяин. Идёт хозяин этого дома. Он хочет его выгнать. Вы видите, банда? Просто жесть, посмотрите на это. Посмотрите, как спокойно себя ведёт хозяин. Получается, хозяин уже не первый раз видит этого рейка. Тоже он здесь прибегает очень часто. Окей, Настя уже облетела этот дом, чтобы снять его. Это просто жесть, банда, мне в этом не верится. Мы с вами сейчас впервые увидели настоящего рейка. Окей, буду посмотреть, вон тот хозяин отходит. Он испугал рейка, и рейк куда-то убежал. Просто жесть, как же это всё жутко выглядит. Я просто был в шоке, когда увидел это существо. Но ещё больше мне повергло, что когда я узнал, что говорящие питомцы переродились в игрушки. И теперь это живые игрушки. И сразу же банда, как я это узнал в Даркнете, я заказал живую игрушку. Игрушку говорящего Тома. То, что мне удалось снять на свою камеру, просто жесть. Потому что мы засняли, как он передвигается. Как живая игрушка ходит. Мы просто должны это увидеть, банда. У меня есть идея. Мы можем сделать ловушку и поймать его, как иногда поймали Вуди. Это просто жесть, банда. У меня это жесть, не какой будет ловушка. Я скорее это сделаю, чтобы он не убежал из дома. Такие банды, у меня просто гениальная идея для ловушки. Сегодня мы воспользуемся вот этой сеткой. В прошлый раз, побольше этой же самой сетки, мы поймали Вуди. А сегодня поймаем говорящего Тома. Смотрите, что мы сегодня сделаем. Я вот так здесь аккуратно расстеливаю эту сетку. После чего привяжу все четыре края к этой веревке и подцеплю ее кверху. И когда говорящий Том будет идти через эту сетку, я подниму и поймаю его. Он просто кается в этой сетке. И все, вот тогда он жестоко просто останется у нас. И тогда мы, возможно, его разрежем. Теперь же банду нужно сделать эту ловушку. Окей, Супримбанда, мы все очень быстро сделали. Просто посмотрите, вот как выглядит ловушка. Нам, кстати, очень повезло, что ковер сочетается с светом сетки. Итак, посмотрите, я все здесь разложил. И каждый четырех углов реально привязал. И все эти угла выйдут в один. После чего вот эту веревку как раз могу его там потянуть. Как только Том будет здесь, я сразу же его поймаю. Именно поэтому идем рассадимся в засаду. Это такая жесть, мне просто в это не верится. Я очень надеюсь, что план все-таки сработает. Окей, на себя садись сзади. Господи, Супримбанда, я очень переживаю. Господи, банда, я очень надеюсь, что это все получится. Там дверь сама открылась. Неужели это лов? Вы это видите банда? Это же Том идет, черт. Господи, просто жесть. Он реально ходит в банду. Это реально живая игрушка. Черт, такая жесть. Блин, я не могу, что как-то почувствовать. Просто жесть, буду мне в это не верится. Вы это видите? Господи, он реально живой. Господи, такая жесть, Супримбанда. Окей, нужно уже тянуть. Банда, мы его поймали. Вы это видите? Это просто жесть, господи. Мне в это прям не верится. Давайте скорее идем, мы все-таки его поймали. Просто жесть, Банда. Посмотрите на это. Вы реально смогли это сделать. О, господи, ну-ка, Том, теперь ты не такой смелый, да? Окей, Супримбанда, мне просто в это не верится. Мы все-таки смогли это сделать. Окей, теперь мы сто процентов сможем его разрезать. Мы знаем, что ты живой. Мы сели все на камеру, Том, теперь ты больше никуда от нас не убежишь. И также, помимо сиреноголова, в этом году появился еще один не менее интересный персонаж. Под именем Картун Кэт. По легенде, Картун Кэт появился во времена Первой мировой войны. Автор этого монстра был насколько зол на всех военных за то, что они убили его семью. Что во всех своих мультфильмах он создавал Картун Кэта в виде убийцы военных. И вы не поверите, Банда, но мы сняли Картун Кэта с моего дрона в военном городке. Где мы сняли также и труп военного. О, господи, Банда, вы тоже это видите? И что это? О, черт. Неужели это следы Картун Кэт? Просто посмотрите, какие они огромные. Это жесть, Банда. Вон тень дрона, дрона как моя рука. Это следы того кота. Просто посмотрите, какие они огромные, сколько их. Возможно, этот кот вышел из воды, именно поэтому они такие мокрые. Просто посмотрите на них, вы тоже это видите, Банда. Они реально тут есть, просто жесть. Окей, мне не верится, что мы все-таки смогли что-то снять. Неужели Картун Кэт реально существует? Неужели он реально в этой местности? Это просто жесть, Банда, куда они вообще ведут? Вы же понимаете, Банда, что эти следы как моя рука. То есть это прямое доказательство того, что Картун Кэт существует, и он реально в этой местности. Просто посмотрите, какой огромный след. Это такая жесть, Банда, мне уже в это не верится. Это реально жесть, господи, он существует. Окей, а где следы? О, они так далеко. Получается, он уже здесь начал прыгать, или как это понять? Получается, скорее всего, он уже от кого-то убегал. Потому что здесь следы, и он уже начал прыгать. То есть он пытался как-то ускориться. Просто жесть, банда, посмотрите. Это такие огромные следы. О, господи, Скерей, улетай, Настя. А чёрт, мне в реальном это... О, господи, ты видишь это? Это же он, он пришит, чёрт, банда. Это просто жесть, вы это видели? Это был реальный кот, Скерей, летит в тот лес. Возможно, мы сейчас снимем, что он будет делать. Просто жесть, банда, мы сняли реальным, это кота, он реально существует, вы сами это видели. Сначала следы, а теперь сам кот. Это такая жесть, он реально очень огромный, он явно выше трёх метров. Да, банда, можно подумать, что самые страшные видео в этом году я снял на свой дрон. И так оно и будет, потому что следующее видео полное жесть. Со своего дрона я снял реального Джейсона Фурхиса. И не просто Джейсона Фурхиса, как он ходит, а в то время, когда он был на охоте. Он просто убил какого-то парня, замотал его в мешки из-под мусора и выбросил в озеро. А у меня прям мурашки, когда я это вспоминаю, ведь это очень страшная история. Просто жесть, онウ негает к этому мальчику, чёрт, суприбанда. Это просто жесть, мне в это не верится. Неужели он реально его убьёт? Он подкатывается к нему, bam, да вы это видите? О, господи, пожалуйста, не трогай его. Чёрт, суприбанда, неужели он его убьёт? Ого, господи, чёрт, это просто жесть, вы это видели? Он просто его вырубил, бандам, да мне в это не верится. О, господи, окей, вот он уже его тащит. Он вырыбал этого человека. Это просто жесть, суприбанда, мне реально в это всё не верится. Это реальный Джейсон Вурхиз, он только что в наших глазах совершил убийство. Просто жесть, куда он его теперь тянет? Скорее всего, понятно, что он теперь его тянет куда-то в свой дом. О, господи, что он будет дальше с ним делать? Я очень надеюсь, что он не будет его расчленять. Это такая жесть, суприбанда, мне просто в это всё не верится. Он реально его убил. О, господи, мы сделали реальное убийство. Думаю, что уже с этим видео мы сможем 100% отправиться в полицию. И дать показания против Джейсона Вурхиза. Возможно, полиция сможет его поймать. А чё, бандон, демон, может запросто выбраться? О, посмотри, он тащит его в этот заброшенный дом. Он его поднимает, чтобы пронести. Просто жесть, суприбанда, я просто в это всё не верю. Подписчик нас не волнует, здесь живут реальный Джейсон Вурхиз. И мы даже сняли реальное убийство. Окей, он его затаскивает в этот дом, что мы будем с ним делать? И на это, Настя, такая жесть, банда. Окей, посмотри, в этом доме даже есть какая-то икона. Кто здесь всё это делает перед иконой банда? Мне просто не верится, это реальный Джейсон Вурхиз. То же самое, что в мифах и легендах. Окей, он вытянул чёрный мешок. Неужели будет просто его замотывать чёрные мешки? О, господи, суприбанда, что он вообще делает? Я не понимаю, зачем он тогда его убил? Ради какого-то интереса или что? Он даже его не ограбил, ничего не сделал, уже его заматывает в мешки. То есть он просто хочет избавиться от трупа. Это просто жесть, банда, реально ничего не поднятно. Что вообще в голове этого Джейсона Вурхиза? Окей, тем не менее, мы пока что просто с ним наблюдаем. Интересно, что он будет делать дальше? Это такая жесть, суприбанда, он реально это делает, просто посмотрите. Он реально его тащит, это не какой-то монтаж, не какой-то футаж, он реально это делает, банда. Мне просто в это всё не верится. Окей, он датащил его дороги, что он будет дальше делать? Просто его бросил, и он просто его куда-то тащит, но зачем? Возможно, банда, он куда-то эти трубы потом закапывает в полях. Или, возможно, выбрасывает его в тех лесах. Тем не менее, брод, думаю, что нужно за ним проследить и узнать, что он будет дальше с ним делать. Окей, Настя всё ещё за ним следит, это просто жесть, суприбанда. Мне просто в это всё не верится. Мы реально снимем настоящего Джейса Новбургеса, который сделал реальное убийство. Окей, он дальше его просто тащит. Тащит его направо, где мы не были. Также, Бада, мне ещё непонятно, почему он не возтащил в этот дом, который на вид какой-то немного заброшенный, потому что он даже видит, что нет никакого окна. Почему он его просто туда не затащил? Он реально сюда идёт, Панда! Вы это видите? Он реально подходит к этому озеру. Просто жесть подлетит, блин, чтобы разводрить его. Это такая жесть, Суприм Панда. Он реально выбрасывает трупы в озеро. Он реально сюда его тащит, Бада, просто посмотрите на это. Он просто его так выбросил сюда и всё. Ой, господи, чёрт, просто посмотрите на него, Банда. Он реально его выбрасывает, господи. Он реально его выбросил, Банда. Джейсон Вургес реально выбросил, за который просто ушёл. Окей, Банда, Джейсон Вургес, хотя бы был жив. В отличие от следующего персонажа видео. Потому что мы сняли реального зомби. Мы снова приехали в заброшенный посёлок, где нашли заброшенную амбулаторию. Это что-то типа мини-больницы. И в этой амбулатории Банда проводились опыты над людьми. Их кровь вживляли всякие вирусы. И также там был зомби-вирус. То, что мы сняли на мой трон, всё ещё может повергнуть ваш шок. Тем не менее, бро, мы пока что-то всматриваемся. Окей. О, господи, посмотри. Там кто-то идёт, видишь же это? Да. О, господи, просто посмотрите, Банда. Это какой-то доктор, вы это видите? Неужели это зомби-доктор? Посмотри, как он ходит. Это очень похоже на зомби. Это просто жесть, Супримбанда, вы это видите? Он реально ходит как зомби. А что это реальный зомби, Настя? О, господи, а что это тот самый зомби-доктор, который мы слышали? Просто жесть, Супримбанда, посмотрите на него. Как же он стрёмно ходит. Это такая жесть, господи. Окей, куда он вообще идёт? Почему он вдруг вообще вышел на улицу? Возможно, он услышал нас в сторону, именно поэтому вышел. Просто жесть, Супримбанда. Это реальные зомби, мне просто в это всё не верится. Мы реально стали реального зомби-банда, вы это видели? Окей, он снова куда-то идёт. О, господи, что он делает? Просто жесть, посмотрите, как он... О, господи, у него просто отпала рука, банда, вы это видите? Это такая жесть. Господи, Супримбанда, у него реально отпала рука. Это прямое доказательство, что это особо, у него просто отпадают от конечности. А что, если мы просто её отрезали? О, господи, вы видели, там была кровь. Это просто жесть, Састя снимает всё это. Такая жесть, он реально как будто мучится от боли. Господи, у него реально только что отпала рука, что он делает? О, господи, он просто начинает есть руку. Вы это видите, банда? Он реально начинает есть руку, это такая жесть. Жесть! Мы реально все это снимаем на дрон! Господи, банда, то, что у него отпала рука, это прямое доказательство тому, что это зомби! Потому что обычного человека так просто не отпадает рука! А если бы я отпала, то он бы явно садился ее есть! Он реально поедает свою руку, просто посмотрите! Там уже даже видно какую-то кровь, вы это видите, банда? Мне просто в это все не верится, господи! Это такая жесть! Мы реально сегодня в каком-то сумасшедшем месте! Окей, просто в это все не верится, он ее полностью сесть или что? У него прям там битная кровь, это такая жесть, суприбанда! Просто посмотрите, он реально ее ест! Мы реально-то всё снимаем. Господи, банда, он ел руку даже не снимая маску, посмотрите. У него там уже скрос, маск даже рот. Просто жесть, банда, он даже прогрыз маску, чтобы сесть в свою руку. Мне просто в это всё не верится. Он реально ел свою руку, в области подлетает к ней, просто посмотрите. Там реально кровь, господи. Это такая жесть, это реальный зомби. Также, банда, этот год не прошёл без покупок с Даркнетта. Потому что в этом году мы купили реальное невидимое полотно. Как в фильме Гарри Поттера, банда, думаю, вы помните невидимый плач. И как только я одел его, я сразу же стал прозрачным и невидимым Была полная жесть, банда, но мы с нас не знатно повеселились с этим полотном Господи, супрем-банда, надеюсь, вы готовы, я очень переживаю Аки, банда, господи, это просто жесть, вы не померитесь, что здесь? О, господи, просто мне не верить на своих глазах Посмотрите на это, это полностью прозрачное полотно, банда Это то самое полотно, которое мы видели, оно продавалось в Таркнете Просто посмотрите на это, господи, я практически невидимый, правда, Настя? Да, правда Это просто жесть, это реально, это самое полотно, банда, мне все еще в это не верится О, господи, что только я смогу делать с этим полотном, банда, только представьте Аки, думаю, нужно его полностью достать Просто жесть, супрем-банда Господи, оно очень большое, здесь хватит даже вместо твоим спрятаться О, господи, банда, просто посмотрите на это Ребята, прям не верится, это реально полотно, Старкнета О, господи, окей, Настя, ну как, меня видно? Почти не видно Просто жесть, Суприм Банда, мне это реально не верится! Господи, это реально какая-то мистика! Окей, Суприм Банда, думаю, нужно его уже как-то попробовать по полной! Думаю, нужно полностью у него окануться и же потом посмотреть, что будет дальше! Просто жесть! Окей, Настя, ну как тебе такое? Меня видно? Ой, ничего себе, почти не видно! Просто жесть, Суприм Банда, вы это видите! Банда мне просто в это не верится! Это полотно делает меня полностью невидимым! Интересно, что будет, если его полностью надену Настя, попробовать? Да, давай! О, господи, окей! Ну что, меня видно? Нет, не видно. Просто шесть, окей? Эй, Серёж, ты где? Попробуй найти. Я уже ранее, банда, вам говорил, что в 3 часа ночи в Макдональдсе открывается скрытая вкладка. Где мы можем заказать хэппи-мил какого-то монстра. Мы заказывали разные хэппи-милы. Сирена Галлоуа, Картун Кэта, Равл Старс икзэ, Амонгаз икзэ. Но больше всего у меня поверкшок хэппи-мил говорящего Тома. То, что мы достали из него, нас очень сильно испугало. Тем не менее, давайте уже откроем этот хэппи-мил. Мне очень интересно, что у него внутри. Окей, банда, сейчас на ваших глазах я открываю этот хэппи-мил. О, господи, просто жесть. О, чёрт. Просто посмотри, там куча всего лежит. Такая жесть, Суприм Банда. Окей, давайте достанем что-то самое первое. Я не буду смотреть, что я достаю. Банда, что это? Посмотри, это кор, качачий кор. Она находится в картошках фри. Теперь же, банда, давайте посмотрим, какая там игрушка. Я, честно, всё ещё не видел. Окей, давайте её достанем на ваших глазах. Банда, достаю игрушку говорящего Тома. Как там писалось я тогда? Окей, здесь что-то мокрое ещё. О, господи, что это Настя? О, господи, это просто жесть. Ты видишь это? О, у него просто отрублена голова, она полностью в крови. О, господи, это просто жесть, банда. Вы это видите? О, чё, мне просто в это не верится? Это такая жесть, господи. Кто-то просто оторвал голову говорящему Тому. Вы это видите? Просто посмотрите, банда, это была обычная игрушка. О, чёрт, Настя. Нет, кто же нам не доставил заказ? А что, если это кровь курсера? Это просто жесть. Супримбанда, мне в это реально не верится. Просто происходит какая-то жесть. И возвращаемся мы, банда, к игре Among Us. Это самая игра, которая просто люто нашумела на весь мир. Каждый считал своим долгом поиграть в неё. И я также банда. Но я сделал это не так, как все. Я сыграл в неё в 3 часа ночи. И вы не поверите, банда, но именно в 3 часа ночи с игрой начала происходить какая-то мистика. Ко мне в команду начали присоединяться игроки с никами Иксэ. А после этого они писали мне всякие странные слова в чате. К примеру, банда, что я предатель, хотя я был обычным игроком. Писали мне слова сдохни, умри, вы должны это увидеть в общем. Кто это? У них у всех имя Иксэ, вы это видите? Что происходит, банда? У них реально у всех имя Иксэ. Возможно, это какие-то боты, но зачем они здесь? Какой у меня вообще смысл играть с ботами? Это просто жесть, банда, что вообще происходит? Окей, а что у них там происходит, банда? Они просто все стоят в этом, видите? Они вообще ничего не делают, даже не двигаются. Возможно, это реально какие-то боты. Но почему меня вообще кинуло к ним в катку? Какой интересный мне играть с ботами, если они вообще ничего не делают? Окей, Супримбанда, это всё очень подозрительно. Они вообще не выполняют задания, я только один. Полоска даже не двигается. Окей, давайте спросим у них, почему они не двигаются. Возможно, они не ответят Я нажимаю кнопку, хотя это огромная ошибка Итак, банда Окей, вы все просто не кейкзе Давайте у них спросим, почему вы ничего не делаете Окей, я отправил эту банду Посмотрим, что они мне ответят Итак, что будет дальше? Ну, что это, банда? Вы это видите? Они просто все мне пишут, сдохни Что происходит? Это всего лишь из-за того, что они у них спросили Что? Что это такое, банда? О, господи, это просто жесть Мне очень страшно Кто это вообще-то киня? Банда, в этот раз мы сняли всеми любимого Соника Только не обычного Соника, а Соника Икзе Мы проследили за ним, где он живет И сняли его с моего дрона Как будто просто ничего нету О, господи, где он вообще может быть? Неужели он так далеко уже сбежал? Он был очень сильно ранен, банда Я не думаю, что он смог бы куда-то так сильно сбежать Но я пока что ничего не вижу О, господи, вообще ничего нету в этом лесу Мне кажется, здесь не то, что Соника Икзе Здесь же никаких животных нету Потому что они просто здесь не живут О, господи, окей, я все-таки продолжаю на сердце смотреть Пока что ничего не видно Господи, ну где же он может быть? Мы же так далеко уже отъехали Я уверен, что так далеко не убежал О, господи О, стой, 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 стой О, господи Ты мне просто не верится в это Просто посмотри на это, Настя Да, я вижу О, чёрт Это что, реально Соник? Господи, это, похоже, реально он Он двигается Она полностью синее, банда И у него даже есть какие-то шипы сзади О, господи Он просто быстро убежал Просто, фу И все, его уже нету Да Вы это видели, банда? Это просто жесть И где он теперь? Он просто исчез Он прям посреди поля Ты видишь это? Что он делает? Куда ты идешь? О, господи, он снова здесь Мы реально снимаем Соника Икзе, банда Вы это видите? О, господи Просто посмотри Он нас не замечает? Да Он как будто что-то идёт и ищет Неужели он потерял свою пещеру? О, господи Банда, посмотри О, господи Он только что обернулся Это реально Соник Икзе, банда Он нас заметил Господи Вы видели это? Как он быстро сбежал? Это просто жесть Это реальный Соник Икзе И вот, банда Мы наконец-то уже подходим к новогодним видео К примеру, банда Когда я совсем случайно снял драку настоящего Деда Мороза Против реального Гринча Они дрались на крыше моего дома О, господи Что вообще происходит? Это такая жесть Что у него вообще в голове сейчас происходит? Почему он вообще это делает? Он просто куда-то вниз кидает снежки У него что, какая-то реальная шиза? Он кого-то там видит? О, господи Это Дед Мороз Он пришёл засечать нас в дом Это просто жесть, банда Так у него кидал грязь снежки Он пытался попасть в Деда Мороза О, чёрт Он пытается его скинуть, только не это О, господи Банда, вы это видите? Это реально Дед Мороз против Гринча Они дерутся О, господи Банда, это просто жесть Мне в это не верится Просто посмотрите Они дерутся на крыше моего дома О, чёрт Господи, интересно, кто выиграет? Я лично болеваю за Деда Мороза А ты? Да, я тоже Надеюсь, он выиграет Потому что Гринч реально злодей О, господи Просто жесть Посмотри, они реально дерутся Дед Мороз его реально бьёт мешком Мешком, наверное, подарки, который хотел нам отдать О, господи Просто жесть Банда, посмотрите на это Мне это прям не верится Господи Они реально дерутся О, нет, Гринч пытается собрать мешок Только не это Чёрт, там же подарки О, господи Пожалуйста, Дед Мороз Давай Выиграй его, чёрт О, господи Нереально дерутся Дед Мороз как-то проигрывает Только не этот чёрт Он не попал О, господи Просто посмотрите на это Банда Он забрал мешок О, чёрт Только не это Дед Мороз пытается его забрать назад О, господи, только не это, неужели Кринч выглянет на мороза? О, черт, он его просто вырубил с помощью мешка. О, нет, он просто выбросил мешок, банда. Он сломал подарки, он их разбил. О, господи, теперь Кринч просто убегает. Счастливого дня смерти. Это не я вам желаю, банда, это маньяк, которого мы сняли с моего трона. Мы сняли его как раз в тот момент, когда он понимал маленькую девочку и пытался затащить ее к себе в подвал или том, чтобы что-то с ней сделать ужасное. Но благо, банда, мы смогли ее спасти с помощью моего трона. Каким-то образом мой трон отвлек его, и Димочка смогла выбраться и убежать. После этого счастливого дня смерти охотился уже на нас. Это уже 100% ребенок, посмотри, он подходит к ней, только не это. Что, что происходит? Что он делает? Он ей что-то дает. Господи, нет, девочка, не бери. Он есть тебе очередь, если чтобы ничего не брать чужих дать. Это просто жесть, дайте игрушку. О, нет, только не это, они подружились, банда. Она попалась в маньяку, вы это видите? О, господи, каждое из них движение, я очень переживаю за девочку. Потому что я не хочу, чтобы здесь что-то случилось. Окей, эти маньяки просто ходят, играются. Снова вылазят на эту горку. Окей, банда, просто жесть, я в таком еще шоке. Мы реально с этого маньяка нас не обманули. Он реально существует. Это просто жесть, посмотрите, что они делали, не катаются на горке. О, господи. Окей, они еще раз это будут делать. Такая жесть, они так быстро меняют все горки. Неужели это ловушка этого маньяка? Окей, банда, давайте пока что не будем делать никаких выводов. Потому что это все похоже только на шизофреника, а не на маньяка. Что они делают? Куда она уходит? Неужели он ее обидел? О, господи, банда, посмотрите. Он пытается ее поймать, вы это видите? О, черт. Она вывелась, господи, просто шесть. Он пытается ее догнать. Черт, банда. Он все-таки реально маньяк. Это такая жесть, мигни девочка. О, нет, ее поймал. О, господи, только не это. Я очень надеюсь, что полиция уже сюда приедет скоро. Про Чейсона Вурхиса я вам уже рассказывал, банда. Но на этот раз мы решили шагнуть намного далее. Я одновременно позвонил Чейсону Вурхису и Фредди Крюкеру. Они начали спорить между собой ссориться. И в итоге банда, они договорились встретиться на своем тайном месте. И подраться. И все это я снял на свой трон. Это все было на заброшенной ферме. А их драка была не на жизнь, а на смерть. Он реально еще Чейсона Вурхиса просто подпирает столб. А мы тут уже знаем, что Чейсон Вурхис здесь. Он, похоже, еще этого не знает. Он просто его и ждет. Окей, банда, мне просто в это все не верится. Мы сегодня сняли реального Фредди Крюкера и Чейсона Вурхиса. И, возможно, мы даже снимем их драку. О, Чейсон Вурхис сходит. Посмотрите на это. Он бежит к нему. Это просто жесть. Драки уже точно не избежать. Они стоперсно будут драться. О, господи, еще я очень переживаю, чтобы они друг друга не убили. Потому что все это драка из-за меня. Я обожаю пойкать игру в гриппи-пасты. Они еще оказываются живыми. Я очень боюсь, что кто-то из них сегодня умрет. Господи, банда. О, посмотри. Он просто промазал банда. О, черт. Окей, они же начинают драться. Фредди Крюкер против Чейсона Вурхиса. Просто посмотрите на это. О, Фредди ударил его коленом. Это просто жесть. Банда Вейта, видите? О, господи. О, черт. Это был жесткий удар от Чейсона. Черт. Он явно ему уже отбил почку. О, посмотри, ударил ногу. Он хочет обездвижить его немного. Еще коленом добавил. Это просто жесть. Джейсон явно выигрывает эту драку банда. Просто посмотрите на это. О, Фредди только что так нормально прописал Джейсону. О, посмотри, что он делает. Его пихает. Он пытается его сбить с ног. Ты видишь это? О, он его завалил. О, господи. Банда, он его реально завалил. О, черт. Куда он уходит? Что он делает? Куда он идет? О, черт. Банда, он взял топор. Вы это видите? О, господи. Сейчас Фредди Крюкер умрет. О, он выставил палку. Это просто жесть. Окей, Фредди Крюкер смог себя хоть как-то безопасить. О, черт. Он бросил палку в Джейсона. Это полная жесть. Банда, мне надо прям не вериться. Я все еще не могу поверить, что мы снимаем. И последнее видео, о котором я вам хочу рассказать, вышло совсем недавно. Мы купили мешок Деда Мороза с Даркнета. Но то, что было в этом мешку, полная жесть. В общем, Банда, вы должны сами это увидеть. Держи мешок. Только давай как-то аккуратно. Не поломай там ничего. Да, хорошо. О, господи, я очень переживаю, что вообще может быть. Только аккуратно, Настя. Что это? О, черт. Господи, что это такое? О, черт, ты видишь это, Настя? Что? Что это может быть? Господи, Банда, что это такое? Здесь какой-то нож, вы видите это? Мне просто в это не верится. О, черт, Банда, просто посмотрите. Там реальная кровь. И этот нож весь в крови. Это просто шею, Банда. Я не могу прям в это поверить. Вы это видите? И запах ужасный. Да, прям серьезно воняет. О, господи, он реально весь в крови. Ты видишь, это Настя? И там реально есть кровь, посмотрите. Как будто человека убили, а после чего взяли и надели немного его кровь. Это жесть, Банда. Окей, не знаю, что с этим делать. Нужно вернее позвонить в полицию. Ты как думаешь? Не знаю. Черт, они могут подумать, что это мы кого-то убили. Да. Окей, давай продолжим открывать. Возможно, мы узнаем, чья это кровь. Мне уже очень страшно. О, да, я верю. Что это? Это похоже на то, в чем хоронят людей. В смысле? Что это такое? Там что-то есть внутри. Окей, давай это откроем. Обычно в этих штуках лежит прах. О, посмотри. Здесь написано Э, девочка Эмили. То есть это прах Эмили или что? О, господи. Окей, давай это откроем уже. Просто шесть Банда. Я все еще в шоке от того, что мы открываем. Так, Банда, открываем. О, посмотри. Там реально какой-то прах в этой. Видите? Это прах девочки. Ну зачем они его вообще так хранят? Это просто шесть. Они реально пытались ее оживить. И для этого им нужен был ее прах. Вот такие вот страшные видео выходили у меня на протяжении года. А вы, Банда, напишите в комментариях, какое видео больше всего нравится вам. Я же обязательно все прочитаю пролайкаю. Э, Банда, всех с наступающим Новым Годом. И по традиции последний комментарий в этом году. Просто английские книги шикарные, идеальские комментарии. И, Бро, помни одно. Оставайся таким шикарным. Пока!